Я слушала видео, где Пранаед рассказывает о себе, и у меня пошла такая информация с обучением меня. Вот представьте, если бы Бог творил-творил там галактики, Вселенные, и потом решил отдохнуть, что бы Он больше всего желал? Я думаю, общение с себе подобным. И вот если бы Он нашёл в себе подобного более-менее собеседника, какие бы чувства Он испытывал, если бы испытывал интереса, благодарности к собеседнику? Захотел бы Он его убить, чтобы сделать? Он же всё может, чтобы другого собеседника сделать. Конечно, нет. Наоборот. Он бы его из любви своей большой, а меньшей не может быть у него, этот творец, создатель. Он бы начал создавать много себе собеседников разных, которые жили бы в разных условиях, на разных планетах, имели бы разные образы, разные тела, языки были бы разные, на разных языках разговаривали. Миллиарды вариаций можно было бы создать. Правда же? Как интересно. И вот мы дышим Богом. Мы дышим этой праной. Мы живы благодаря этой пране. Я, когда приглядываюсь определённым образом к воздуху, я вижу там такие сверкающие ниточки, червячочки или как вот такие завитушечки. Это жизненная прана. Это только я теперь сейчас понимаю. За городом её очень много, очень много. Только выезжаешь из города, с тебя как бы снимается какой-то колпачок, и такая радость появляется. Но выехать из города не всегда удаётся. А в городе вот этих сверкающих не видно. Ну, мало есть, но мало. Как-то они такие вялые, какие-то мало их. И бледные они. А на природе они прямо сверкают. Часто, когда я не могла заснуть, я смотрела на свою руку. Вот вы сожмите, выпрямите пальцы, сожмите их, а потом под определённым углом зрения раздвигайте эти пальцы и смотрите на такие ниточки. Ниточки праны. Вот из чего состоит, мы из чего состоим. Вот это вот сама эта жизнь, жизненная энергия. Вы раздвигаете пальчики и между пространством смотрите. И там такое увидите, там энергетические линии туда-сюда. Я наблюдала, ну, трудно, конечно, наблюдать неопытному человеку. Ну, тренируйтесь. Это ж так, такая картина. Я не знала, для чего мне это надо. Оказывается, меня направляли. Мои какие-то наставники высшие, чтобы я увидела эту прану. Но я же была ещё ребёнком, будучи взрослым. Но ребёнок потому, что я не оторвалась от соски маминой. То есть еда, питьё, сон. И вообще я свои ещё многие проблемы не проработала. Что-то от кого-то требовала. Это сейчас я понимаю, почему я это требовала. И вот меня как бы поднимали, чтобы я взрослела. Окончательно я повзрослею, когда перейду на неедение. Или какой там ещё у меня путь. Но я по нему иду. Страхов у меня очень много было. Я боялась лететь зубы. У меня один зуб, корни сидели больше десяти лет. И представляете, как я мучилась, маялась. И в конце концов, наверное, вселенной надоело, что я так и не просыпаюсь. И не иду своим путём развития духовного. Она мне дала отёк щеки возле этого зуба. И пять дней боли днём и ночью, непроходящей. Но я залечила это. Всё-таки не пошла. И потом, когда это через какое-то время опять стало повторяться, я через два дня, по-моему, побежала. Но страхи-то есть. У меня давление поднялось. И врач сказал, приходи завтра выпей таблетку от давления. Я аж бежала к врачу. Прям бегом бежала. Может, поэтому давление нагнала. Но давление небольшое было 140. Но он сказал, что для меня это большое. У меня обычно 110. И на следующий день я пришла. И я сейчас вообще не помню ни боли, ни страха. Ничего не помню. Через день или на следующий день я пошла. Ещё три корня повыдёргивала. Это так получилось легко. И потом, да, я перетерпела там потом заживление 7 дней. Какие-то обиды на дочку были у меня. Что она мне не давала таблетки обезболивающие. Я потом, когда у меня смогла, я пошла и купила себе. Ещё у меня осталось два корня. Вот я подготовлюсь. Куплю эти таблетки, чтобы 7 дней не страдать от боли, а выпить. 7 дней, потому что я сразу три корня удалила. Врач очень хороший. Удалял без боли. Я не помню ни боли от укола. Сложные очень были. Один заросший корень был. Я ему так благодарна. Я благодарна Вселенной, что меня направили к этому врачу, стоматологу, хирургу. И вот Вселенная нас ведёт. Ведёт к совершенству. Нельзя останавливаться на своём развитии. Остановка – это деградация. Ещё я почувствовала, когда я упала с двух стульев, шторки вешала. Как будто меня ударили об землю. Я тупоголовая, не могла развиваться дальше, остановилась. И мне пришлось скинуть с двух табуреток, чтобы я начала развиваться. И, по-моему, я не поняла ничего. И у меня ещё потом я пошла на каток и сломала себе запястье. Руки, руки. Не то делаешь. Не туда идёшь. Видите, как Вселенная очень так жёстко приводит тебя в сознание. Направляет на путь истины. И как-то так получилось, что, залечив свою ручку, я начала сыроедить. Вот с января 2019 года я уже окончательно начала сыроедить. Но ещё с кашами. С кашами, с семенами перешла на макробиотику. Там зёрна, травы, редька репа, горчица. Это противопаразитарные травы. И в результате этого через три месяца, потеряв около 10 килограмм, и в талии я потеряла около 10 сантиметров, я теперь перешла на малоедение. Для меня это духовное развитие. И у меня уже проясняется картина моего совершенствования дальше. Ему нет конца. Духовному развитию нет конца. Преодолев что-то одно, мы идём к другому. Вот такие мои мысли на сегодня. С вами была Людмила. До встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова